игра трейн кондуктор это головоломка в которой вам надо провести поезда по нужным рельсам на русский язык нельзя перевести название игры как кондуктор потому что на самом деле это название больше подходит стрелочник потому что вы управляете поездами меняя направление движения бесплатной версии игры изначально доступна один уровень это майами перед нами на экране 4 4 трека вам нужно менять направление движения поездов так что поезд нужным номером пошел по нужному треку если поезд пройдет по другому треку то вы решитесь нескольких очков в то время если поезда столкнуться то игра закончится ваша задача набрать как можно больше очков в этой игре то есть провести их можно больше поездов по нужным направлениям можно переводить стрелки с одного пути на другой также можно поезд например притормозить на нем и кликнуть и опять запустить если кликнуть на нем снова после После того, как вы наберете достаточно очков в Майами, вам станет доступна игра в штате Нэшвилл. Это несколько другой геймплей. Здесь вы управляете привидениями. Привидения не могут столкнуться, но в то же время здесь есть привидения такого рода, а также демонические поезда, скоро вы их увидите. Привидения должны попасть на свою дорогу, а в то же время демонический поезд тоже должен попасть на свою дорогу. И здесь игра идет не до того момента, когда поезда или привидения столкнутся, а до того момента, когда демонический поезд проедет не по своему пути. Если он проедет не по своему пути, то игра закончится. Следующий уровень, который доступен на бесплатной версии игры, это Нью-Йорк. В Нью-Йорке управлять поездами достаточно сложнее, потому что здесь уже 5 треков, а также между уровнями есть вот такие колонны, через которые нельзя строить объездные пути. Также у поездов здесь не только цифровые обозначения, но и буквенные, что затрудняет навигацию. В общем, Нью-Йорк город большой, и, соответственно, вам придется постараться для того, чтобы провести поезд по нужным рельсам в этом городе. В платной версии игры доступны еще 5 уровней, а также не показывается реклама. Судя по рекламе в маркете, у этих уровней есть еще дополнительные сложности, так что, в принципе, может быть, есть смысл, если вам очень понравилась эта игра, докупить эти уровни. Кроме игры, собственно, здесь есть стандартные настройки, включить-выключить музыку, звуковые эффекты, а также растягивать или не растягивать экран. Например, на Sensation экран надо растягивать для того, чтобы он был на полный экран. Продолжение следует...